Добрый день! И вот снова в гостях у мастера Гнолатайской 105. Сегодня у меня в гостях три поколения спортивного клуба «СКАД». Президент и основатель клуба Вадим Валерьянович Жданов. Хотя всех остальных мы знаем, это прекрасные, известные люди, но все-таки, Вадим Валерьянович, вы представьте их нам с большим удовольствием. Это Петр Викторович Тимченко, старший тренер клуба «СКАД». Я бы даже сказал, великий тренер. Заслуженный тренер РСФЦР, подготовил массу спортсменов, о чем вы уже рассказывали. И наш сегодняшний лидер команды, доценка, Святослав. Он показывает все лучше и лучше, с каждым, хотел сказать, днем, но будет говорить, с каждым месяцем, с каждым годом. Вадим Валерьянович, вот у вас в руках я вижу потрясающей красоты кубок. Как говорят, награда находит своего героя. 50 лет этого кубка никто не видел, не знал. Он нахранился в хранилище музея, и теперь он, вероятно, будет стоять в вашей кают-компании. Мы надеемся. Действительно, кубок первых лет нашей спортивной молодости, действительно, кубок долго никто не видел и не трогал. Но в нем есть свои прелести, 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 все свои, исторические, вот так буду говорить. Это было в 60-х годах. Вы держали его тогда в руках? Мы его вырвали из рук наших соперников. А что это был за турнир? Это были студенческие соревнования. Передство Советского Союза среди вузов. Назывался тогда Передство Центрального Совета Буревестников. Вот. И участвовали в этом турнире 16 вузов из 13 городов страны. Киев, Таллинн, Новосибирск, кому так далее, и так далее. И Томск. И Томск. Причательно. И Томский государственный университет, как и из других, скажем, наш основной соперник, это был Московский аэционный институт. Вот. Вот он нам проиграл сколько-то очков от кубок, так сказать, завоевали. Остался только. Позвольте его подержать мне. Ради Бога. Ради Бога. Да. Ощущается время и эпоха. И, в общем, очень красивый кубок. Я слышал, что вы этот кубок получили накануне нового студенческого старта, с которого только что вы вернулись. Это правда? Символизма и многих, так сказать, связанных с этим вещей в последнее время очень много мне видится. То есть, ровно 50 лет назад этот кубок был завоеван нашей командой. А в этом году случилось такое событие, что пришедший к руководству мирового студенческого спорта Олег Матыцын, который до этого возглавлял спортивно-студенческий союз российский, он выдал ему предложение. И с этого года соревнования проводятся не между командами стран, а между командами вузов. Это очень интересно, справедливо. Это позволяет расширить географию и численность участников и так далее, и так далее. Интересно и то, что когда Олег Матыцын вызвал наш, так сказать, всероссийский спортивно-студенческий союз, он помог нам, нашей федерации, вернуть в календарь студенческие соревнования. В 2010 году мой друг профессор Толстопятов из Красноярска, президент Российской Федерации Анна Оржанова, я им там, так сказать, помогал своими идеями, решили, что эти соревнования крайне нужны для нас. Очень много студентов занимаются подводным спортом, Матыцын этому посодействовал. И с 2010 года у нас проводятся соревнования между вузами в России, а с этого года, благодаря, в общем-то, тем же людям, что Оржанов возглавляет КМАС, Матыцын возглавляет международный студенческий спорт, проводят соревнования между вузами. Официальное название – четвертые международные университетские соревнования по плаванию властах. Проходили они в городе Ольштен, в Польше, где команда ТГУ представляла и томский студенческий спорт, ну и российский. 50 лет назад наша студенческая команда завоевала Куба Буревестника, и вот прошло 50 лет, и мы вернулись тоже со спортивными трофеями, правда? Конечно, это правда. Я в личном первенстве завоевал одну бронзу на 50 метрах ныряния, и также мы с ребятами завоевали бронзовые медали в эстафете по 100 метров. Поздравляю, Светислав. На каком факультете учишься? Я учусь на химическом факультете в ТГУ. Спорт помогает учебе? Хвостов нет? Скорее, да, чем нет. Хвостов нет? Нет, хвостов нет. И как сказано было в фильме «Берегись автомобиля», в фильме примерно тех времен, когда Кубок был завоеван, и между прочим, отличный работник, а вы не знаете, так и молчите. Парень идет на красный диплом. Правда? Конечно. У нас все такие. Еще раз поздравляю. Спасибо. У нас действительно очень много интересных людей в клубе, так было всегда. И вот просто такой пример. Артем Миронов в этом году начал пробовать себя как тренер с ребятами, с новичками. Я увидел в нем много сильных, полезных для нас сторон. И вот он сейчас в Польше был и как студент, как спортсмен выступал, и он был тренером-представителем. Не знаю как кого, а нам с Владимиром Ильичем это очень нравится. Потому что свои люди есть свои люди. Именно на этом наш клуб и держится уже столько лет. Когда вы начинали, побеждали, становились чемпионом, все было в диковинку, вас поддерживали. А вот ныне, как университет интересуется вашими успехами, помогает чем-то? Безусловно, безусловно. Мы очень популярны в университете. Клуб у нас как-то один из центров общественной деятельности. Университет постоянно у нас интересует спортивными успехами и болеет. В университете постоянный приток кадров. Не только из России, из ближнего зарубежья, из дальнего зарубежья поступают. К вам они тоже приходят? Конечно, каждый год поступают ребята в университеты, неизбежно. И к нам приходят тоже. Да вот в этой команде, которая только что вернулась из Польши, со студенческой страны, там тоже не все пятикурсники есть, и ребята с младших курсов. Ну, у нас сейчас ездил в составе нашей команды первокурсник Дима Федотов, радиофизик. У нас вообще очень часто бывают в радиофизике, включая моего тренера Александра Шумкова, он тоже был радиофизиком. В этом году у нас вообще интересный случай произошел. Для меня, по крайней мере, из Казахстана приехал парень, нашел в интернете. Когда подбирал себе вуз в России, поступил, оказался нашим, что называется, в доску. У вас это очень удобно сказать, в вашей мастерской. Илья Щибрик. К сожалению, из-за нюансов регламента он не смог представлять наш вуз на этих соревнованиях в Польше сейчас. Но он призер чемпионата России среди студентов. И, надеюсь, мы внесем предложение по регламенту. То есть он учится в России, учится в нашем вузе, почему он не может его представлять. Петр, планов у вас громадье, я надеюсь. Планов у нас громадье, но не так давно мы приняли концептуальное решение действовать степ-бай-степ. Вот у нас сейчас прошло, это прошли эти соревнования в Польше. Следующий шаг – это чемпионат России в Челябинске. Дальше у нас будет чемпионат Европы. Кто попадет, даже пока. Мы, конечно, даже внутри загадываем, кто попадет, но говорить не будем. Единственное, что у нас известно на 100% про планы, скажем так, до сентября месяца, что в сентябре будет финал Кубка мира, это то, что Аня Бер участвует во всемирных играх в Польше в июле месяце. Эти списки были определены заранее, поэтому здесь мы можем уверенно про это говорить. Но я желаю вам, чтобы все ваши планы осуществились. И вот на этой самой замечательной ноте мы прощаемся с вами. До новых встреч. А вам спортивных и студенческих побед. Но, как всегда, у меня была заготовка. Вы, Леонид Андреевич, не из числа клуба, не из числа членов клуба, первые получаете приглашение на 60-летний юбилей клуба «СКАД», который будет проводиться в 2019 году. Времени осталось крайне мало. Готовьте подарки, сюрпризы и так далее, и так далее. Я принимаю приглашение. Спасибо. До новых встреч. У нас, Леонид, такая традиция, где бы мы ни были, под водой, на горе, на соревнованиях, на всевозможных, мы всегда стараемся сделать фотографию с нашим флагом. Поэтому огромное вам спасибо, что вы, несмотря на специфичность вашей мастерской, с радостью решили с нами сфотографироваться и с нашим флагом нашего клуба «СКАД» Томского государственного университета. Я, где бываю, тоже люблю фотографироваться. Итак, фотографирую, готовимся. Сейчас вылетит птичка. Улыбочка. Снимаю. Так, молодежь, делаю время по технику сейчас. Спасибо вам большое. Смотри, не ловите. Успели. Все правильно. Успели. Улыбочка. Улыбочка. Субтитры сделал DimaTorzok